МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые главные новости дня узнаете далее из подробностей. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. Преступление без наказания. Кто заморозил расследование трагедии на Майдане? Цена Ляшко. Что главный радикал может потребовать за возвращение в коалицию? Кто в генпрокуроры? Шокин ушел. Кто может занять его кресло? Обо всем этом вы не только узнаете из выпуска, но после него вас ждет очередной эфир «Черного зеркала». В студию политического ток-шоу уже съезжаются первые гости, чтобы уже менее чем через час обсудить события последней недели. Среди тем выпуска, например, парламентско-кабминовские страсти, попытаемся выяснить, что или кто помог остаться кабинету Иценюка на плаву, как долго они на этом плаву продержатся. Поговорим и о печальной дате, второй годовщине кровопролития на Майдане. И главный вопрос, который прозвучит в студии, почему пустуют скамьи подсудимых до сих пор? Не забудьте эфир программы сразу после подробностей. А вот с расследования событий на Майдане начнем пока выпуск. По делам, связанным с революцией достоинства, проходят 276 подозреваемых, отчитались в ГПУ. Более 50 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. В то же время бывшие беркутовцы и даже их командиры продолжают работать в МВД, говорят адвокаты Небесной Сотни. Из 15 тысяч силовиков, задействованных во время революции достоинства, только единицы дали показания следствию. Но с 1 марта расследование тех событий прекращается. По вине Кабмина и Верховной Рады. Как сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, за политическими разборками депутаты не нашли времени, чтобы изменить закон о Госбюро расследований. Именно это бюро должно заниматься делами, связанными с событиями на Майдане. Но по факту новый следственный орган еще не создан, а следователи ГПУ с 1 марта теряют все свои полномочия. Есть закон о Госбюро расследований, который принят, и в связи с недолгостью его статей, мы имеем ситуацию, что 1 марта следствие не может продолжаться, потому что следственные прокуратуры втратят повноважение, а ДБР работать не будет. На сегодняшний день Верховная Рада закрылася, изменения в закон не приняты. Следующее заседание 15 марта 2016 года, и таким чином, витаю всех с 1 марта, расследование справ зупиняется. В принятом еще в ноябре законе указано, он вступает в силу со дня создания бюро расследований Кабинетом министров, но не позже 1 марта 2016 года. Правительству рекомендовали создать Госбюро за счет следователей ГПУ, сотрудников нацполиции и других органов. Обязали Кабмин сформировать и конкурсную комиссию, но, как видим, ни одно из этих положений не было выполнено. И Рада тоже никаких документов не приняла. Похоже, Кабмин между попытками сберечь свои кресла просто забыл создать бюро. Это цитата из поста нардепа Борислава Березы на странице в Фейсбуке. Говорит, то, что прокуратура обязана прекратить следственные действия, как раз на руку сбежавшим членам семьи Януковича. Нет дела, нет санкций. А над их отменом в Европе в это время упорно работают адвокаты беглого президента и его соратников. Такой вот подарок от Кабмина на вторую годовщину Майдана. Береза предлагает срочно, уже во вторник, созывать внеочередное заседание парламента. В следующий раз Верховная Рада соберется 14 марта. К этому времени будет уже просто поздно. К этому времени адвокаты семьи Януковича, Азарова и всех, кто делал преступления на Майдане, вообще в Украине, кто все это творил. Те люди, против которых есть санкции, будут, скорее всего, освобождены от этих санкций. Причина – отсутствие следственных действий в их отношении. Это даже не преступление, это предательство. Некомпетентность Кабминета министров может исправить только одной вещью. Внеочередной созыв Верховной Рады и приостановлении действий этого закона и, соответственно, продление компетенций Генпрокуратуры. А вот премьер Яценюк о законе про бюро сегодня в парламенте не вспомнил. Зато упомянул виновника майдановских событий Януковича. Собирается за счет его активов повысить соцстандарты. Ну а так, на это в казне денег нет. Правда, как без несозданного бюро активы эти вернуть, Яценюк тоже не разъяснил. Реальное джерело, с которого мы можем сближить социальные стандарты, это полтора миллиарда американских долларов. Прошу парламента поддержки о принятии отдельного закона для того, чтобы спростить органам прокуратуры выполнение их функции о конфискации этих денег. Мертва ли коалиция или еще есть шанс восстать из пепла? Сегодня депутаты снова весь день посвятили обсуждению этой темы. Почему все так сложно, когда 226 голосов у большинства просто фактически нет? И почему решение этой проблемы затянули еще на три недели? Расскажет Ольга Рыцарь. Вчера политическое заявление, а сегодня уже официально самопомощь отозвала свои подписи под коалиционным соглашением. Поведомляю про припинение участи депутатской фракции политической партии объединения самопомощи в коалиции депутатских фракций. Шкода, но я думаю, что будем продолжать политические консультации. Главный виновник раскола большинства снова в Раде. Как-никак по пятницам традиционный час вопросов к правительству. Сам Яценюк в который раз призывает. В самопомощи не собираются ни страницу переворачивать, ни консультации продолжать. Там четко заявляют, идут в оппозицию. Самопомощь долгое время пребывала в коалиции, фактически занимающей позицию оппозиции в этой коалиции. Ну и сейчас мы юридично перейшли в этот статус. Батьковщина, хоть и вышла из большинства, статус менять не хочет. Призывает создать новую коалицию. Главное условие – смена правительства. Если коалиция формуется за принципами, что голосы исключены только среди демократической коалиции, если премьер – это действительно представитель, который по-новому формует порядок денной экономической и социальной стратегии, а не представитель партии. После выхода Батьковщины и самопомощи коалиция, казалось бы, обречена. Ее ряды с каждым днем рядеют. Сегодня еще один нардеп от народного контроля Андрей Антонищак покинул большинство. Фактически 226 голосов в БПП вместе с Народным фронтом нет. Ну а вот юридически большинство продолжает существовать. Главное вопрос – это должно быть до аппарата Верховной Ради и представителей Радикальной партии Ляшка, потому что я был уверен, что они из коалиции вышли, они про это два месяца рассказывали. А тут выявляется, что это были лишь политические заявки и не подтверждены официально документами. Как выявляется, коалиция не распалась, потому что Радикальная партия из нее не выходила. Поэтому все в порядке. Пять друзей Оушена дальше працюють. Сам Ляшко оправдывается. В законе о регламенте четкие правила, как выходить из коалиции, не прописаны. Все разговоры о том, что фракция Радикальной партии начинка пребывает в коалиции, продолжает там быть формально, потому что мы не откликали подписи. Все это от лукавого, все это имитация. Точку в коалиционной саге может поставить спикер. Только после того, как Гройсман озвучит, что коалиция распалась, с того момента можно будет рассчитывать 30 дней. Если на протяжении этого времени не сформируется новое большинство, президент может назначить досрочные выборы. Но это уже станет известно через три недели. В консультации касается преференций и пиль привилей для определенной части людей. Если рассчитывать, сколько нужно государственных программ, посад преференций заплатить депутатам и финансово-политическим группам, чтобы обновить коалицию, это может быть дороже, чем провести досрочные выборы. На сегодня в коалиции осталось три фракции. Это блок Петра Порошенко, Народный фронт, радикальная партия, которая, как оказалось, никуда и не выходила. Но по количеству людей это, скорее всего, на грани. Поэтому, безусловно, эта коалиция неработоспособна, поскольку и до этого она не работала. Оппозиционный блок требует неочередного заседания парламента. Главный вопрос – изменения в бюджет. Они позволят направить дополнительные средства на медицину, образование и проекты регионального развития. Мы настаиваем на том, что три недели на то, чтобы тягать канаты между политическими провластными силами, это очень много. Мы считаем необходимым адекватно оценить макроэкономические показатели и те инфляционные средства, которые однозначно дополнительные доходы попадут в бюджет, направить в первую очередь на социальную защиту наших граждан. Все то, что происходит в парламенте, не имеет никакого отношения к интересам простых людей. Единственным выходом являются досрочные парламентские выборы. Соответствующим заявлением оппозиционеры собираются обратиться к спикеру парламента. Но коалиции, похоже, сейчас не до поправок в бюджет. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко и Александр Данилов. Подробности – телеканал Интер. Какие именно должности выторговывает и кто? Как сообщил украинской правдеисточник в администрации президента, лидер радикальной партии Олег Лешко за возвращение радикалов в коалицию выторговывает для себя кресло главы Верховной Рады. А для своих соратников – якобы портфели двух министров. Один из них – главы Минэкологии. Кроме того, радикалы хотят получить контроль над Укроборонпромом. Вот как это прокомментировал сам Арсений Яценюк. Я с ним встречался позавчора. Напрямо моё запитание. Шановный Олег Валерьевич, как вы видите участь своей политической силы в коалиции? Он мне говорит, ты сейчас мне про посады скажешь? Я говорю, да. Я не собираюсь сейчас обговорить. Сядем, я думаю, уже после пленарного тижня. Ещё один лакомый кусок – должность генпрокурора. Виктор Шокин сегодня написал заявление об отставке, как и просил президент, и оно уже в администрации президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. Мол, сам видел документ. Не успела эта новость появиться, как в куларах парламента уже начали обсуждать, кто может занять это место. Возможно, Юрий Луценко, по крайней мере, его однопартиец Мустафана Ем утверждает, что такой вариант обсуждается. Что касается Юрия Витальевича Луценко, такая информация есть. Мы такие чутки знаем. Она обговоряется и в середине фракции, и в парламенте. Сам Юрий Витальевич пока еще не подтвердил эту информацию и не спростовывал ее, в том числе. Он не коментировал ее в середине. Но я думаю, что если запропоную его президент, Верховная Рада должна рассматривать эту контуру. Но сам Юрий Луценко уже заявил, что официальное предложение о должности генпрокурора не получал, утверждает, что все это слухи. Видел только подобные записи в партийном чате. Впрочем, пока Шокин все еще в отпуске и по-прежнему на своей должности, как минимум до 15 марта, когда парламент соберется на заседание и сможет рассмотреть его отставку, в генпрокуратуре не исключают, что депутаты могут его и не уволить. Вважать факт надходления заявок фактом его извинения завчасно, враховывая нынешнюю политическую ситуацию в Украине, мы не выключаемо будь-якого решения. Наразі генеральный прокурор Украины перебувает у отпуске. Его обов'язки выполняет перший заступник генерального прокурора Украины Юрий Севрукс. Искушение деньгами. Еще один крупный чиновник не удержался и попался в руки детективов антикоррупционного бюро. Перед чем не смог устоять руководитель госпредприятия и в чем его подозревают, подробнее Елена Митясова. В сети детективов антикоррупционного бюро попала крупная рыба. Руководителя подведомственной кабмину структуры под названием инновационное финансово-кредитное учреждение подозревают в растрате госимущества на сумму 14 млн грн. «Це сумма, про яку йдеться, понад 14 млн грн, у яку втратила держава через зловживання службовим становищем, власне, керівником цієї установи. Дана державна установа, вона займається фінансуванням, кредитуванням суб'єктів господарювання різних форм власності, які допомагають, так би мовити, розвивати українську економіку». Детективи в здании предприятия работають уже втори сутки і були не проти нашого присутствия во время следственних действий. Пройти в здание нам не разрешили чиновники, но кратко о ситуации рассказали. Затримали керівника. А коли і що зараз? Вчора затримали. Вчора було засідання суду. Слідство має підозри і відповідно вони проводять слідчі дії. Зараз проводять опитування. Усіх співпитники? Ну, так. Вчора Соломинський суд Киева главе предприятия Виктор Ухаменко избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста с возможностью внесения залога в сумме 13 млн гривен. Но внесли ли эти деньги за подозреваемого, пока неизвестно. Елена Митясова, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. Чорного зеркала не пропустите. Сразу после подробностей. Затянувшийся саммит. Лидеры ЕИ 28 стран ЕС никак не могут договориться по поводу нового соглашения Европы с Великобританией. От этого документа зависит дальнейший курс и Лондона, и Брюсселя. Что тормозит переговоры и каковы ставки, расскажет наш спецкор Светлана Чернецкая из Лондона. От результатов саммита ЕС без преувеличения зависит судьба Великобритании. Лондон выбивает новый договор с Евросоюзом на своих условиях. До полшестого утра длились переговоры Кэмерона тет-а-тет с главами государств и руководством ЕС. Встречи продолжились и сегодня. А значит, найти компромисс сложно. Что в принципе неудивительно. Решение должно устроить 28 государств-членов ЕС. При этом инициатор изменений только одна страна. У нас есть прогресс, но все еще нет соглашения. Как я уже говорил, мы готовы на сделку, только если получим все, что требуем. Окончательные решения должны были принять на так называемом английском завтраке. Потом он стал обедом и в конце концов ужином. Участникам саммита посоветовали забронировать номер на ночь. Значит, лидерам государств, возможно, придется работать и на выходных. Камень преткновения, приостановление соцвыплат мигрантам и новые финансовые полномочия Великобритании против Франции и страны Восточной Европы. Мы хотим, чтобы одинаковое финансовое регулирование применялось каждому финансовому центру Европы. И чтобы ни у кого не было права вета или других препятствий. Все пошло не по плану. Кэмерон надеялся получить соглашение, приехать к обеду в Лондон и обсудить его на заседании правительства. Если точнее, убедить своих министров, что сделка с Европой хорошая и надо агитировать избирателей оставаться в Союзе. Уже к вечеру Лондон ожидал узнать дату референдума по выходу из ЕС. Предполагает, он состоится в июне. И чем меньше предложений Великобритании будут учтены в соглашении, тем выше шансы, что страна покинет Евросоюз. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Не забывают въезд в это время и об Украине. Уже 22 февраля в Киев приедут министры иностранных дел Франции и Германии, чтобы обсудить сложную ситуацию в нашей стране. Об этом сообщает сайт президента Украины. Жанг Марк Эро и его немецкий коллега Франк Вальтер Штанмайер намерены встретиться с Петром Порошенко. Арсением Яценюком и руководителями фракции обсудят иностранные гости и ситуацию на Донбассе. Неопознанные беспилотники вновь атаковали склады вооруженных сил Украины. На этот раз у населенного пункта Гродовка. Это в Донецкой области. Вчера аналогичный случай, напомню, произошел в Запорожской области. Схема одна и та же. Ночью летательные аппараты сбрасывали фосфорные зажигательные гранаты прямо на артиллерийские арсеналы. Об этом сообщают в Генштабе. Военные пытались сбить дроны, но безуспешно. Отбомбившись, беспилотники улетели, а возникший в результате взрывов пожар удалось вовремя локализовать. При этом в Генштабе предполагают, взлетали и управлялись беспилотники с территорий, подконтрольных украинским властям. А на линии соприкосновения в зоне АТО горячей точкой остается Зайцево-Горловка. По разведданным, противник продолжает стягивать туда и технику, и живую силу. Но в последние дни количество обстрелов уменьшилось. Военные объясняют это потерями врага. Подробнее о ситуации на передовой Ирина Баглай, наш военный корреспондент. Вот такие воронки. Явное доказательство его сложно оспорить. Вопреки минским договоренностям, горловские боевики пытаются выбить армейцев с их позиций. Здесь повсюду воронки от 152-мм снарядов. Это 152-й калибр гаубицы из-за задержки для подрыва земляных укреплений и бетонных сооружений. САУ-танки БМП противник действительно стягивает силы в горловку. Нельзя не заметить огневые позиции противника уже за этим терриконом. 120-е минометы уже не будем брать в счет. Как они перемещаются, мы видим. Под вечер эти стволы повернутся и прилетит все сюда. Самый массированный артобстрел за последнюю неделю здесь закончился для самих боевиков плачевно. На своих информресурсах они подтвердили и потери, и то, что одно подразделение просто бросило свою позицию. Вот этот район фактически окраина горловки. Заборы иссечены вражескими осколками и пулями. Видим их в лицо, а не нас. Вопрос финансовый. Им надо показать, что мы наступаем, чтобы их кураторы дали им средства. Из-за нехватки денег боевики бросают оружие. За идею так называемой «Новороссии» гибнуть не хотят. Об этом свидетельствуют данные разведки. А нашим бойцам пришло новое вооружение. Оружие новое, стволы новые, бьет точно, кучно в наших условиях. Во-первых, облегчило эту коробку. Во-вторых, сделало, скажем так, более пулемет устойчивый, если работать без СОШ. Планка «Пикатинни» сверху позволяет ставить прицелы оптические, ночные, тепловизионные. То есть, в принципе, не надо там дополнительных креплений. 9-миллиметровый пистолет «Форд» с глушителем. Раньше был только на вооружении нацгвардии. Теперь подарок для военной разведки. Более эргономичная рукоятка. И так как использование новых сплавов облегчился сам пистолет, ну, так сказать, оружие более точное, но более нежное. С полигона оружие отправилось на передовую. Теперь незваных гостей военные становят и быстрее, и точнее. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Василий Сачук из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Снова на живые атаки в Иерусалиме. Есть убитые и раненые. Опять под ударом террористов израильские военные. Подробнее Сергей Услендер. Первый теракт произошел в магазине одной крупной торговой сети. Два арабских подростка, 14 и 15 лет, вошли внутрь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они спокойно прогуливались по торговому залу примерно в течение получаса, вероятно, выбирая жертву. После чего внезапно атаковали 36-летнего израильтянина, ранили его. Ему на помощь бросился военный 20-летний солдат израильской армии. К сожалению, он был в увольнительной и без оружия. Прямо на глазах у его жены и дочери террористы нанесли ему несколько тяжелых ножевых ранений, от которых он впоследствии скончался в больнице. После этого нападавшие попытались скрыться, но обычные покупатели, которых, кстати, было очень много в торговом зале, перекрыли им проходы с помощью тележек для покупок. Я услышал крик и понял, что это теракт, и устремился туда. Сразу увидел террориста, вытащил пистолет и приказал ему бросить нож. Но он не подчинился, а напал на женщину. Она была неподалеку от него. И я всадил в него две пули. Второго уложил другой гражданский. Полиция сейчас выясняет, как террористы сумели миновать охрану магазина. Охранник, который проверял их на входе и не заметил два ножа, арестован, его допрашивают. Следующий теракт произошел у Шхемских ворот старого города. Печально известное место, где постоянно происходят нападения, в том числе и на военных. И вот опять террорист атаковал военнослужащих пограничной полиции, сумел ранить двоих, после чего был уничтожен. Отрикошетившей пулей была легко ранена случайная прохожая. Убитым оказался араб, житель Восточного Иерусалима, с израильским удостоверением личности. Полиция сейчас выясняет, что побудила его пойти на это преступление. По решению суда, дома двух арабов, совершивших нападение в супермаркете, будут снесены. На кадрах, которые вы сейчас, вероятно, видите, армейский спецназ занимает квартал, в котором находятся эти здания, где проживают семьи террористов, чтобы подготовить их к сносу. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. В ВВС США бомбили тренировочный лагерь ИГИЛ в Ливии. По меньшей мере, 40 человек убиты. Большинство из них джихадисты-наемники, которые должны были проходить в лагере военную подготовку. Но, как сообщает Нью-Йорк Таймс, главной целью Пентагона был один из местных главарей группировки, Нуридин Шушан. Именно его называют одним из организаторов двух прошлогодних атак на иностранных туристов в Тунисе. Напомню, в начале лета террористы расстреляли 40 отдыхающих на пляже у пятизвездочного отеля около города Сус. Тогда погибла и украинка из Бельгии. А весной захватили заложников музея Бордо. Там жертвами исламистов стали более 20 туристов. Продолжаем подробности. И вот что у нас во второй части выпуска. Дом нардепа Сергея Таруты обокрали, пока он спал. Об этом сегодня сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в окружении бизнесмена. Тарута рассказал полиции, что проснувшись утром в своем доме обнаружил следы ограбления на первом этаже. Украли личные вещи, банковские карточки и 150 тысяч гривен. Открыто уголовное производство по статье «Кража». Расследованием «Краж покрупнее» занялись журналисты подробностей. Кто во времена беглого президента курировал дерибан гектаров, принадлежащих парку Феофания под Киевом? Чьи заборы перегородили земли заповедника? И кто играет в географические карты сегодня? Расследование Романа Бачкалы. Стриженные газоны, роскошные аллеи, кристальные пруды и уникальные дубравы. Парк Феофания под Киевом. Парк замечательный. Я такое удовольствие здесь получаю приезжаю. Очень хороший, очень красивый. История создания парка уходит в 2004 год. Тогда премьер-министром был Виктор Янукович. В структуре его аппарата работал некто Николай Супрун. Широкой публике больше известна его супруга, политик Людмила Супрун. Именно их называют негласными кураторами Феофании. И именно с этой фамилией связаны все земельные скандалы вокруг заповедника. За годы существования парк потерял 30 гектаров территории. С болью, показывают его сотрудники. Вот это все был парк. А вот они сейчас вот так еще отдерибанили. Вот это Супрун. Была смена целевого призначения, когда ценные земли заповедно природного фонда передали под земли громадскую забудову. Это прямое порушение земельного кодекса. Вот такими высоченными заборами изрезан весь парк. Там за ним 200-летние деревья и завезенные стройматериалы. Желтая краска словно метка. Эти деревья уже чьи-то и ждут вырубки. А здесь даже стройка. А кто хозяин дома? Чей дом? Без понятия. Извините. По данным наших источников, за стройку ведут фирмы, связанные с Николаем Супруном. Звоним ему, уточнить так ли это. Но общение не сложилось. Если можно, я наберу вас. Хорошо? В Кабмине Николай Супрун больше не работает. Данных о его нынешней трудовой деятельности нет. Но автомобиль этого скромного экс-чиновника говорит о многом. О многом говорит и дом на Печерских холмах. Теперь о жене Людмиле Супрун. Доброе утро. А Людмила Павловна дома? Дома. Дважды народный депутат, руководитель благотворительного фонда. За какие средства удалось купить такой дом? В декларации о доходах Людмилы Супрун среди недвижимого имущества указана только квартира площадью 37 квадратных метров. Людмила Супрун к нам так и не вышла. От интервью на камеру отказалась. Если кому-то хочется поплюжиться, какой-то компроматный, не на меня, на моего мужа, который там три года пропахал. Понимаете, нет коммерции в этом. Не придумывайте. Не привязывайте. Душа не привязывается. Все. А вот Александр Сергеенко говорит обратное. Украденную у парка землю получили близкие к семье Супрун люди. Она оформила на свою соседку все эти земельные делянки. За два дня скупила пани Затолокина. А дальше самое интересное. В 2010-м некий гражданин Мельник взял кредит 35 миллионов гривен. Поручителем выступила Людмила Супрун. Возврат денег гарантировался земельными участками, отжатыми у парка той самой госпожи Затолокиной. Соседки Супрун. Деньги банку не вернули и, судя по всему, не собирались. А потом выяснилось, экспертная оценка стоимости земли завышена в разы. Предмет залога и близко не покрывал сумму займа. Стандартная схема вывода денег из банка. То есть, когда выдаются под какие-то предметы залога, малоликвидные, которые оцениваются в большую сумму, крупные суммы денег. А потом, естественно, эти деньги не возвращаются, и у человека нету никаких реальных доходов, и сам предмет залога стоит копейки. И все. Точка. Подобных кредитов, как оказалось в истории Людмилы Супрун, немало. Все на другое имя. И все не погашены. Общая сумма впечатляет. 35 миллионов долларов. Я в свое время выступала, к своему сожалению, поручителем по некоторым, за некоторых, почти все они имели проблемы из участки. Не закладывала. Они мне не принадлежат. Пахнет мошенничеством. Но ответственности можно избежать. Тем более, что в разговорах с теми, кому должна, Людмила Супрун любит козырять дружбой с премьером, спикером, словно давая понять, лучше меня не трогать. Ответственность там в основном идет до пяти лет. А так как это уже было давно, то очень часто такие дела заканчиваются тем, что дело передает суд. И суд в связи с течением срока давности по статье дело закрывается. Вот и все. Дерибаном земли в Феофании и странными кредитами занимается Генеральная прокуратура. Впрочем, занимается ли, мы сейчас выясняем и ждем ответа на наш информационный запрос. Мы также обратились в МВД и фискальную службу, ведь, как выяснилось, Людмила Супрун и ее муж также большие специалисты по заему средств у частных лиц. Ждите, продолжение будет громким. Роман Бачкала, Алексей Шматов, Олег Ерофеев. Подробности телеканал Интер. Оставить ПТУ на голодном пайке хочет министр финансов. Яреська не нравится закон о финансировании ПТУ из госказны. И она просит президента витировать документ, по которому областным бюджетом на профтехучилище полагается почти 2 миллиарда гривен субсидий и дотаций. Утверждает, если дать ПТУ, не хватит школам. Поэтому предлагает выделить только четверть этой суммы и из других источников. Но не уточняет, где возьмет деньги и когда их выделят. Спикер уже выступил против этого вета. А пока Минфин только обещает искать где-то деньги профтехучилища на грани выживания. Мы уже делали сюжеты о судьбах сотен ПТУ. Педагоги с нового года без зарплат, студенты, а из них большинство сироты без стипендий. Нет денег даже на питание. Поэтому вета на принятый еще две недели назад закон может только усугубить ситуацию. В Одессе депутаты облсовета сегодня решали, отбирать или нет базу отдыха у педучилища в Затоке. Это на берегу Черного моря. Помните об этой истории? Подробности рассказывали два дня назад. Как в итоге народные избранники распорядились имуществом учителей и о других резонансных вопросах областной сессии, расскажет Андрей Анастасов. У стен облсовета с десяток пикетов. Со своими бедами люди приехали даже из отдаленных сел. Отдельно митингуют активисты движения Куликово поле. Требуют создать депутатскую комиссию по расследованию событий 2 мая в Одессе, когда во время уличных беспорядков погибли 48 человек. Пикетчики считают, правоохранители слишком вяло ищут виновников трагедии. Мы предлагаем своих людей, которые находились в здании профсоюза, никого не допрашивают. Наоборот, не которых допрашивают только в качестве подозреваемых, а не в качестве свидетелей. А в самом облсовете полиция отчитывается о расследовании тех событий. Из новостей материалы дела переданы из Киева в Одессу. Назначены дополнительные экспертизы. Я готов, что месяч, но вам надо давать информацию. Представители оппозиционного блока возмущены. Дескать, такие отписки будут до тех пор, пока депутаты не возьмут ситуацию в свои руки. Предлагают обратиться к Верховной Раде с требованием создать временную следственную комиссию не только по 2 мая, по всем трагическим событиям с ноября 2013 года. Никто расследовать это не хочет. Они не заинтересованы в расследовании этих дел. И без следственной комиссии, время без следственной комиссии Верховной Рады нам не обойтись. Но депутаты предложения отклоняют. Оппозиционеры говорят точно так же. Другие партии блокируют этот вопрос и в самой Верховной Раде. На жаль, на сегодняшний день, и это вызвали в первую очередь международные спостерегачи и все украинское суспільство, что виновных в этой трагедии нет. Но самые горячие споры на сессии вызвал вопрос о базе отдыха педагог Белгороднестровского педучилища. Напомню, морской лагерь, где отдыхают учителя и студенты, облсовет хотел передать коммунальному предприятию облтрансбуд. Часть депутатов возмутилась, мол, таким образом базу просто хотят отжать. Сами педагоги тоже вышли к трибуне. Вас всех учили, педагоги, быть добрыми, справедливыми, толерантными, милосердными. Мы для этого выбирали вас, чтобы вы защитили наши права. После жарких дискуссий депутаты решили пока не рассматривать этот вопрос. Учителя и тому рады, дескать, первый бой у депутатов выиграли. Андрей Анастасов, Павлина Василенко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. Во Львове сегодня слушали дело Айдаровца, бросившего гранату в дом мэра. Судьи решали, оставлять ли в СИЗО Александра Гжевинского. Подробнее о начале досудебного процесса расскажет Кристина Гошенко. Лычаковский райсуд Львова избирают меры пресечения Александру Гжевинскому, тому самому Айдаровцу, который в октябре 2015-го бросил гранату в дом Андрея Садового. Из обитателей тогда никто не пострадал. Сам мэр с женой находился на кухне. Дети и мать в других комнатах. Поврежены были только стены и электрокабель. Милиция Гжевинский тогда сказал, что таким образом выступил против чиновничьего беспредела. Сегодня он выглядит спокойным. Время от времени о чем-то переговаривается с адвокатом. Военный прокурор объясняет, почему задержанный должен остаться в СИЗО. Александр Гжевинский временно защищает госадвокат. Пока частный в отпуске. С просьбой изменить меру пресечения для подзащитного даже не обращается. Оскільки іншого запобіжного заходу, який бути застосована в данному випадку, не може. Це передбачено законом. Ні, 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 може ми промовчати. Гжевинского оставляють в СИЗО. Ещё на 60 дней. Мать задержанного с этим не согласна. Я рахую, що він не террорист, а хулиган. Решить террорист, Гжевинский, или хулиган, должен всё же суд. Если его обвинять терроризмом, срок будет до 10 лет тюрмы. К рассмотрению дела, по сути, приступят уже 4 марта. Кристина Гошенко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов. В депутаты по неволе едва не записали Геннадия Корбана, однопартийца из Укропа. Поддержать коллегу на внеочередных выборах кандидата в Раду от Днепропетровска укроповцы выразили готовность сегодня на съезде партии. Вот как на это отреагировал сам Корбан через своего адвоката. В Чернигове 211 патрульных новой полиции принесли присягу. Среди них бойцы АТО и бывшие милиционеры, которые прошли переаттестацию. Уже вечером 17 экипажей выйдут на патрулирование. Принимала присягу полицейских Экос Гуладзе. Свою речь начала не с поздравлений. Подробно рассказала о ситуации в Киеве, когда патрульные применили оружие в отношении подозреваемых, а после предупредила, чтобы работали исключительно в рамках закона. Иначе прикрывать никого не будут. Каждый день принимать очень важное решение, принимать это оружие или нет. Это очень ответственное решение. Не дооценивайте это. Но также, без иллюзий, ребята, если вы не будете пользоваться оружием тогда, когда надо, от этого будет зависеть чужая жизнь, ваша жизнь и это ваша работа. Каждый раз, когда вы будете использовать оружие, это было в рамках закона. Напомню историю со столичной полицией. Вчера патрульному Сергею Алинику прокуратура Киева объявила о подозрении по трём статьям, в том числе превышении служебных полномочий и умышленном убийстве 17-летнего парня во время погони 7 февраля. Питерский райсуд отправил Алиника под стражу пока на два месяца. Бельгийская полиция никак не может напасть на след европейского террориста номер один. Зато новые подробности о нём раскопала местная пресса. Салах Абдеслам после трагедии в Париже мог скрываться в одном из районов Брюсселя, Скорбеке, и покинул свой схрон в начале декабря. Тем временем бельгийские власти пытаются навести порядок с университетами радикалов. София Гордиенко подробнее. В знаменитом Моленбеке 26 мечетей. Из них только 4 легальные, ещё 4 в процессе легализации. Остальные подпольные, как вот эта салафистская мечеть за серой дверью. Именно здесь в «Младых ногтей» изучал Коран Абделамид Абаут, ставший впоследствии идеологом парижских террористов. Приятно иногда видеть кровь неверных, Аллаху Акбар. В мечети Абаут пришёл к вере, но Аллах позвал его на джихад, как и большинство его подельников в тюрьме. Они попадают за какую-то мелкую кражу, времени масса, и начинают думать, что делать и как наладить жизнь. И тут находятся добрые люди, которые учат, мол, Аллах простит. Но здесь очень важно понимать, кто это говорит. Ещё до недавнего времени в Бельгии на соседних нарах могли оказаться мелкие воришка и вербовщик со стажем. Теперь власти отделили одних от других и решили взяться за своих имамов. Федеральное правительство страны выделило 3 миллиона евро на обучение священнослужителей. Ведь до сих пор государство понятия не имело, откуда приезжают имамы, что проповедуют и что исповедуют. София Гордиенко, подробности, телеканал Интербрюссель. Разведка боем под Марьинкой, охота вражеского снайпера на волонтёра и масштабные артобстрелы боевиков. На Мариупольском направлении очередная эскалация боевых действий. Жарче всего в районе Марьинки и Красногоровки Коминтерного-Широкина. С подробностями Станислав Кухарчук. Вот так, короткими перебежками, наши морпехи вынуждены перемещаться под Широкино от позиции к позиции. Территорию разрушенного детского лагеря боевики простреливают круглосуточно. Здесь, на наблюдательном пункте в Старой Кочегарке, самое безопасное место. Дом вот этот стоит красный. Это магазин бывший. Там бетонные блоки. Подвал состоит из бетонных блоков. Они туда могут подтягивать быка. Пейзаж наших позиций боевики меняют каждый день. В ход идут минометы, гранатометы и тяжелое стрелковое вооружение. Но это ночью. Днем в основном так называемый беспокоящий огонь, под который попадает и наша съемочная группа. Угомонить боевиков может только огонь в ответ. Как правило, после него противник сразу запрашивает очередное перемирие. Эти позиции в Широкино уже давно стали прототипом неприступной крепости. О том, что бои здесь ведутся каждый день, свидетельствует этот ковер из гильз на полу. Боевики сюда подходят настолько близко, что ребят порой даже не бывает времени, чтобы запросить добро на ответный огонь из центра. Но его открывают только в случае крайней опасности. Как боевики укрепляются и подводят технику, ребята могут только наблюдать. Машина подъехала, грузовая и люди крутятся. Кран что-то тяжелое выгружает. Вот уже неделю, как боевики постоянно доставляют пополнение на свои позиции, говорит Морпех с позывным фикс. Возможно, готовят атаку и со стороны моря. Недавно испытывали тоже свои катера, набитие с песком, выплывали в море, слухали, как оно там работает, не работает. Потом, ну, уже зараза информация, что у них там есть десантные судна. О том, что боевики готовятся к эскалации военного конфликта, говорят и в штабе оперативно-тактической группировки «Мариуполь». Отмечается накопление живой силы, техники противника. В ночное время отмечается звук гул двигателей, тяжелой техники, предположительно танков. Сейчас наиболее опасные направления Марьинка, Красногоровка, Коминтерного, Широкина. Но к возможному наступлению наши военные готовы. Уверяют, не отдадут ни пяди своей земли. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Игорь Щепин. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Ищите мир. Такой призыв католической церкви передал украинцам Папа Римский Франциск. Во время перелета из Мексики в Рим он прокомментировал совместную декларацию с патриархом московским Кириллом. И заявил, по его мнению, подписанный документ как раз и является шагом на пути к прекращению войны. И призвал соблюдать Минские соглашения. В документе говорится о прекращении войны. Также я лично сказал, что Минские соглашения должны соблюдаться. Их нельзя игнорировать. Папа Римский резко раскритиковал лидера американских республиканцев Дональда Трампа. Какой ярлык повесил на скандального кандидата понтифик, что ответил Трамп, и как проходит подготовка к очередным праймерис. Об этом наш собственный корреспондент США Тихан Зетко. Заочная полемика между Папой Римским и лидером республиканской гонки развернулась вокруг предложения Дональда Трампа построить стену с Мексикой. Скандальный бизнесмен утверждает, что в случае победы на президентских выборах именно так решит проблему нелегальной эмиграции. Папа Римский Франциск в эти дни находился с визитом в Мексике, и его попросили прокомментировать слова Трампа. Человек, который думает только о возведении стен, а не о строительстве мостов, не является христианином. Голосовать или нет за него, я не буду касаться этого вопроса. Высказывание понтифика произвело большой эффект, ведь для сторонников республиканской партии вопросы религии и веры очень важны. Впрочем, Трамп, как водится, быстро нашелся с ответом. Дональд Трамп хороший человек, и я хороший христианин. Папа задается вопросом о моей вере, и меня это удивляет. Но я христианин и горжусь этим. После этого Трамп привел еще один аргумент. Дескать, Ватикан тоже обнесен стеной. Полемика. Это тем более интересно, что проходит в преддверии очередных праймерис, внутри партийных выборов. У республиканцев они состоятся завтра в штате Южная Каролина, у демократов в Неваде. Накануне очередного раунда республиканцы атакуют друг друга и обвиняют во лжи. В частности, Трамп, используя как раз религиозную риторику, накануне заявил об одном из своих ближайших оппонентов, сенаторе Тедди Крузия, следующее. Он берет в руки Библию и лжет. Круз, в свою очередь, в последние дни выбрал путь агрессивной критики президента Обамы, в частности, его политики примирения с Кубой. Напряженное противостояние и в демократическом лагере, тем более, что в новом опросе канала Fox сенатор Берни Сандерс впервые на несколько пунктов обошел Хиллари Клинтон. Впрочем, это лишь один из опросов. Интрига сохраняется. Тихон Дедко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Помолвка Кайли Миноук, фрор Леди Гаги на неделе моды в Нью-Йорке и разработка в США летающего автомобиля. Об этом и другом в нашем обзоре. 47-летняя Кайли Миноук помолвлена с британским актером Джошуа Сассом, который младше ее на 19 лет. О помолвке сообщает европейская пресса. Пара познакомилась всего пять месяцев назад на съемках комедийного сериала. В январе на руке Кайли Миноук уже красовалось кольцо с бриллиантом. Предположительно, подарок Джошуа. Белые брови, черные губы. В таком образе Леди Гага появилась на неделе моды в Нью-Йорке. Но не среди гостей, а на подиуме. Вместе с профессиональными моделями певица продефилировала на показе Марка Джейкобса. Гага вышла на подиум на огромных платформах с прической викторианской эпохи и необычным макияжем. Этот образ одни назвали черным лебедем, другие бабушкой Готом. Кстати, Марк Джейкобс создал для Леди Гаги все костюмы для церемонии Грэмми. В 2015-м Volkswagen продал больше сосисок, чем автомобилей. Компания владеет собственным производством продуктов питания. В прошлом году немецкий концерн реализовал больше 7 миллионов упаковок сосисок и на миллион меньше автомобилей. Кстати, сосиски с логотипом Volkswagen очень популярны. Их продажи растут из года в год, в то время как автомобили компании в мире стали покупать реже. 4 миллиона долларов собрали организаторы аукциона, посвященному новому фильму о Джеймсе Бонде. Все лоты много раз появлялись в кадрах ленты 007 Spectre. Наибольший интерес у участников торгов вызвал автомобиль Aston Martin DB10, специально сконструированный для Бондианы. Оценочная стоимость суперкара – миллион фунтов стерлингов. Однако в ходе аукциона автомобиль удалось продать вдвое дороже. Летающая машина появится на дорогах уже через два года. Американская компания TerraFuge разработала концепт-кара, который сможет трансформироваться в самолет, что позволит ему, к примеру, облетать пробки. При этом TFX на дорогах будет разгоняться до 300 км в час. А пролететь машина сможет почти 800 км без дозаправки. Стоит такой автомобиль будет 260 тысяч долларов. Компания Virgin Galactics, миллиардера Ричарда Брэнсона, возобновляет тестирование космического корабля SpaceShipTwo. Аппарат пришлось серьезно доработать после аварии предыдущего экземпляра в 2014-м. SpaceShipTwo предназначен для проведения туристических суборбитальных полетов на высоте около 100 км. На борту могут расположиться 6 космических пассажиров. Стоимость полета длительностью в 2 часа 250 тысяч долларов. Пора заканчивать подробности, но информационный вечер на Интере только набирает обороты. И впереди у нас с вами Черное Зеркало. С нами на связи ведущий программы Евгений Киселев. Евгений, рад вас приветствовать. Согласитесь, неделя была и непростой, и очень интересной. Лично у меня список вопросов, список тех людей, которых бы хотелось допросить, знаете так, с пристрастием, очень большой. Скажите, а вот кого мы сегодня ждем в студии? Ну, сегодня мы ждем в студии, во-первых, представителей всех политических сил, которые заседают в Верховной Раде. И, разумеется, у нас к ним только один вопрос. Вот как они все дошли до жизни такой, что сначала абсолютно большинством голосов проголосовали за то, чтобы признать отчет правительства неудовлетворительным, а затем, где-то по дороге, потеряв 50 с лишним голосов, не поддержали резолюцию о вотуме недоверия этому самому неудачному, никуда не годному правительству. И вообще, закрыт ли теперь после этого вопрос о смене премьер-министра, о назначении нового правительства? Так и будем дальше жить еще полгода или год? У нас сегодня в студии будут и зарубежные гости, так сказать, представители, в том числе пресловутого Вашингтонского обкома. Мы спросим у американцев, как им из-за океана видится происходящее здесь, в Киеве, в украинской политике. И ждем включения одесского губернатора Михаила Саакашвили, который к нам присоединится с помощью телемоста. Из, так сказать, южной столицы Украины, на берегу Черного моря, Михаил Саакашвили, как известно, на этой неделе в процессе политического кризиса выступил с несколькими очень резкими заявлениями, которые заставили наблюдателя говорить о том, что, возможно, он становится все более и более влиятельной и самостоятельной фигурой в украинской политике. И думаю, что все это будет очень интересно. Я в этом не сомневаюсь. Спасибо, Евгений. Зрителям напомню эфир программы «Черное зеркало» уже через несколько минут. С подробностями на сегодня все. Прощаюсь на несколько минут. Встретимся в студии самого популярного политического ток-шоу в Украине. Продолжение следует...